Расскажите, пожалуйста, как банку удалось перестроить маркетплейс и сделать его более эмоциональным, обучающим, персонифицирующим и продающим? Мы пошли от потребностей наших пользователей. Мы поняли, что внутри каждого юридического лица на самом деле работают живые люди. Они занимают разные роли в компании. Поэтому мы постарались переделать наш маркетплейс из простой витрины в систему, которая персонально подбирает вам продукты и услуги, которые релевантны в вашей роли, релевантны тому сценарию, в котором вы находитесь внутри нашего интернет-банка, а также при этом еще и дает вам контент, который позволяет вам все еще это делать достаточно весело, и при этом иметь хорошее настроение. На какие сегменты вы делите пользователей Сбербанк бизнес онлайн и на какие из них в первую очередь рассчитано обновление? Это обновление рассчитано на все наши сегменты, потому что это обновление на всю нашу систему, но внутри нашей системы обслуживаются все сегменты, которые существуют в Сбербанке в корпоративном бизнесе, начиная от ИП и заканчивая крупнейшим бизнесом. Наша система так устроена, что вы получаете только те продукты, на которые вы подписались, и, соответственно, это облегчает работу с интерфейсом. Вы фактически не видите ничего лишнего. Какие бизнес-модели станут следующим шагом развития экосистем? Я думаю, что сейчас самая основная история связана с подписками. Я думаю, что многие из нас уже привыкли к тому, что просто каждый месяц незаметно с нас списываются деньги за кинотеатры, за место в iCloud и так далее. Мне кажется, что ценообразование – это очень важная история, которая будет подличать успешную пекосистему или маркетплейс от неуспешной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова